Приветствую вас, уважаемые друзья, это канал Салават Юнайтед, меня зовут Эмили, мы продолжаем нашу карьеру за Салавата Волосата. У нас радостная новость, помимо того, что мы прокакали последние три игры, потом мы проиграли Миннесоте 95-102, но там у нас не было Гортада, и поэтому мы проиграли, ну, под счетом опять вообще, как только можно, так и проиграли. Ну и проиграли Мэнфису, тоже Гортад вышел, первый матч свой провел, совсем мало ему дали минут, ну и в итоге большие Мэнфиса нас растоптали, взяли реванш за поражение недавнее. Ну и теперь игра с Детройтом, игра, которую, как я считаю, мы должны выигрывать просто потому, что должны выигрывать. Да, вот такая логика. Play next game, все скиллпоинты я потратил, ну вот мне так никто не ответил в комментариях, куда деваются скиллпоинты. То есть я заработал 1100, да, допустим, а у меня всего лишь 800. То есть я налоги, что ли, плачу этим скиллпоинтам? Непонятно. Ну и я, конечно, читаю комментарии, мне пишут, ну вот Гортад вернулся, будет свои лысины освещать, отражать солнечный свет Феникс Санс, Берн, Берн, Джейнс, Джо Смит, ну Феникс, вернее, Детройт не такая слабая команда, но пока игра не началась, я, давайте, закончу мысль. Я читаю комментарии, очень умные вещи были сказаны в них, в частности, что я гонюсь за личной статистикой, в итоге команда проигрывает. И, ну да, я согласен, я согласен, что в матче с Чикаго я проиграл именно из-за того, что погнался за личной статистикой. Но иначе, иначе я просто бы не набирал скиллпоинты, понимаете? То есть, если бы я, если бы я играл, например, ну, в интересах команды, да, ну сколько дают за победу, вы видели, там, 10 или 100 скиллпоинтов, а за выполнение Social Media Challenge 250. То есть, разница ощутима, разница ощутима. Ну и по поводу того, что я играю трупы Гэну, на самом деле, у меня это не очень получается. Я это признаю, я это признаю, потому что, ну, чтобы играть трупы Гэн, нужно... Так, Гортон, хорошо. Вот появился Гортон, сразу играть намного легче. И, конечно, у нас есть большой, который умеет подбирать. Да, я бы мог себе поставить не Pass First, да, а действительно 3-поинтера и классические трюльники каждый раз, да, но это не стиль трупы Гэн. Вот именно я хочу, чтобы карьера была реалистичная, сложная, да, и в перспективе должен вырасти, там, не знаю, кого-то вроде Стивена Карри или Кайри Эрвинга, но не всегда так получается. Макки Форрис бросает издали, не попадает, к сожалению. Так, а вот с Брэндоном Джейненсом придется повозиться. Он, мне кажется, еще более опасен, чем Деррик Роуз, но хотя первый бросок не точно, но обратите внимание, вышел Марчин Гортон. Это сразу мы на подборе лучше действуем. Правда, промахиваются все равно издали, даже мяч не дали в этой атаке. Джош Смит берет инициативу в свои руки. Джош Смит, ах, сколько пространства-то, ну, ну, грамотно защищался Гортон, он пятился, пятился. Я думал, Смит сейчас через него поставит просто сверху, но не получилось. Шэнон Браун не стал бросать, а мы бросим, и все равно мимо. Ну, как же так, два очка, два очка мы должны были сейчас забивать. Не знаю, может быть, это скрипты игры, что мы не попадаем в простейшие открытые броски, когда ведем в счете, потому что это дало бы толчок нашему отрыву. Ну, не знаю, в чем причина. Да, Смит попадает совершенно такой непонятный, тяжелый бросок, потому что просто надо было попасть. Бросает Шэнон Браун издали. Ну, вот сейчас можно было и попасть, и забивать Шэнон Браун. Брэндон Джейнкс. Ну, там совершенно один Смит. Да, глупо было рассчитывать, что он не попадет. Ребят, защищайтесь получше. Хотя здесь я сам, конечно, вызвал, признаю. Горта! Хорошо. Да, вот все-таки намного легче играть, когда есть человек под кольцом, способный на нечто большее, чем просто стоять, подняв руки вверх, как это делал, например, Лейн. Ну, радует, что и Лейн сейчас еще меньше времени получает, но вот так Ченнинг Фрай все-таки. Так, Ричинг Фолл. У Кэрона Батлера. Кэрон! Путь внимательнее. Ну, ладно, нарушил, нарушил. 14 секунд на атаку. Есть у Детройта. Ай-яй-яй, Дженнингс очень быстро бегает. Очень быстро бегает! Тяжело уследить. Все-таки скорости мне не хватает в первую очередь. Но эта скорость стоит настолько дорого, что... Кэрон Батлер попадает. Хорошо. 12.6 уже. Уверенное преимущество. Мы сегодня выступаем в роли такого ассистента. Вот сейчас Дабл Тим не стоит, конечно, делать, но... Ладно, сделали и сделали. Чарли Виллуэва ошибается. Ну да, Чарли Виллуэва игрок, который хоть и играет большого, но на деле так не особенно здорово выглядит. Феникс не попадает в плей-офф пока что. Ну и наша задача это исправить. По крайней мере, в этом матче мы должны сыграть хорошо. Я играю сейчас на команду, а не на личную статистику. Флэш и пас не прошел. К сожалению, надеялся, что пройдет. Найти там Марчина Гортета. И все было бы здорово. Виллуэва на Джоша Смита. Смит обратно на Виллуэву. Но умеет Виллуэва бросать, но Гортет забирает подбор, хотя у него уже... Наступило требование гитарейда. Набираем мы тяжелые два очка под кольцом. Заставили подпрыгнуть всех защитников. Всех защитников Детройта под кольцом. Небольших тоже. А вот сейчас Гортета Смит просто поднимает воздух и идет сам на взлет. Берет наш тренер тайм-аут. Ну да, Гортету нужно хлебнуть гитарейда, а то Лысина-то потускнела. И вышел, видимо, Чейнинг Фрая в нашей команде. Ну, по поводу комбинаций тоже. Надо выучить пару комбинаций. Ну, я, в принципе, выучил пару комбинаций, да. Но толку от этого. Набросаем сами, попадаем. Это был триульник от нас, кстати говоря. Ну и пока, пока, в целом, команда играет здорово. Когда ты играешь на команду, можно подойти к такому выводу. И статистика у тебя тоже хорошая. Потому что у командного игрока, у Тру ПГ, который ведет игру, не может быть плохой статистики. И сейчас наглядное там подтверждение. Чарли Вилануэва, ну, будет бросать с неудобной позиции, не забивает. Но вот ушел, ушел, гордот, и сразу проблема с подборами. Смит, Вилануэва и Монро, это все-таки более серьезные ребята. И даже стаки подбирает, представляете? Вот, да. Пропускаем легкие два очка. Вот все потому, что нет большого, нормального большого. Конечно, ни в коей мере не умоляю заслуг тех, кто сейчас у нас играет. Да, шикарно сыграли. Макив Моррис бросает издали. Не забивает. Моррис свое главное оружие трешки даже не применяет. И в результате у нас большие проблемы. Родни стаки прорывает под кольцо. Здесь Грег Монро. И Монро набирает очки с фоллом. Ну, очень тяжело в отсутствии Марчина Гортота. Мы садимся на скамейку. Выходим снова против Брэндона Джейнингса. Вторая четверть. 38 на 38 очков преимущества Феникс Санс. На паркете есть Гортот, и это хорошо. Так, ну что Марчин будет делать? Нет, мне не даешь. Бадлер взял инициативу в свои руки, но допустил ошибку. Хотя, выбил мяч у него Джош Смит, но остается владение нашим. Так, ну что, мне дашь? Нет? Дашь мне бросить? Я бросаю. Мимо, к сожалению. Немножко я прокачал еще трешки. У меня теперь это 70 с небольшим. Брэндон Джейнингс. Ну, я не пошел за ним специально, потому что знал, что лучше забрать подбор. Лучше сыграть на команду в данном случае. Ух ты. Обидно. Ну вот, вот он пас. Ну, куда? Ничего себе флэш и пас. Куда же я? Моя ошибка. Моя ошибка, товарищи. Ну, с кем не бывает? Ну, кто не ошибается? А, я знаю. Все ошибаются. Но вот то, что я сейчас допустил, это непростительная ошибка. По большому счету. Почему? Почему она произошла? Я не понимаю. Ну, не теряют мяч соперники. Брэндон Джейнингс. Даже попытался я накрыть Грэгом Монро. Не получилось. Ну, ладно, собираемся, собираемся. Что-то в последнее время мы слишком расслабленно играем. Так, гордат. Моррис. Есть! Есть попадание. Важное трехочковое попадание от Макифа Морриса. И Брэндон Джейнингс сейчас тут же попытается что-то сделать. Но Джейнингс, в принципе, показал себя как хороший был хендлер. И у него тяжело перехватить. Но это не значит, что мы не будем пытаться вообще. Боксаут. Боксаут? Ну, нет, это не боксаут. Это непонятно, что было в моем исполнении сейчас. Гортат красавец. Вот гортат. Вот сразу видно, что на паркете есть большой парень, способный там всех в порошок растереть. И приятно играть с хорошим фронткортом, которого так давно у нас не было. У нас не было его в Орландо. Ну, там Вучевич что-то, конечно, пытался делать. Но это был не того типа большой, который вроде атаковать не умеет, защищаться не умеет. А гортат всего понемножку, но может. И самое главное, что он высокий. И, ну, подборы, по крайней мере, проигрывает редко. Так, и забивает. И тайм-аут. Очередной берет наш тренер. По проценту попадания у нас все в этом матче хорошо. Так, вот только ушел наш товарищ. Ох ты, блин. Не то я сделал совершенно. Случайно перепутал кнопки. Мой косичок, мой косичок. Ричардсон. Ну, да, да, давай Дженни уже. Он прям не терпит. Мяч хочет получить. Не попадает. Ну, да, много берет на себя Дженнингс. И, в принципе, пока это нам на руку. Кослом, давай. Кослом, есть. Флэш и пасс. Фрай. Хорошо. Хорошо разыгранный пик-н-ролл. Мне еще там посоветовали какую-то штуку с... Нужно встать в пост после заслона. Сейчас я попытаюсь это сделать в следующей атаке. Не знаю, что за штука и как она вообще работает. Так, нормально, нормально. Так, Ченнинг Фрай, видимо, или Моррис кто мне... А, Моррис мне будет заслон ставить. Так, я встаю в пост и... Не совсем понял. Ну, может быть, это я не так сделал просто. Ну, ладно, соперник нас простил. Будем считать, что это была у нас такая учебная попытка. Я это на тренировках отработаю. Шэнону Брауну пасс. Браун не решился на бросок. Моррис. Пасс правил. Ну, здесь у нас проблемы большие. Кэрон Батлер будет бросать. Будет бросать. Ведь мы там как раз стояли, где Ричардсон сейчас этот подбор забрал. В результате могли бы легкий подбор взять, но вот, к сожалению, ушли. Нет чутья такого позиционного. Моррис. Джейнингс. Ричардсон. Родни Стаки. Нарушает правила кто-то из наших, а Чейнинг Фрай нарушил. Ну, ладно, Чейнинг Фрай теперь у нас не основной, центровой. Он может себе позволить понарушать. Ну, хорошо, что Фрай вообще у нас в команде есть. Да, он проигрывает подборы, но зато это, во-первых, опытный игрок, а во-вторых, он может добавить в игру разнообразие, нести это своими трешками. Грин не пошел. Ну, вот я один стою. Мне следует передача. И да, да, сейчас я просто не мог не попасть. 500 очков за карьеру. Только что Майлстоун был преодолен мной. Чарли Вилонуэва. Так, Чонси Биллопс появился. Интересно. Ричардсон. Вилонуэва. Ну, вот нельзя оставлять Чарли Вилонуэва одного на дуге. У нас такого же типа мощный форвард это Моррис. Отдаю Грину. Грин не возвращает. Попытка поднять Биллопса в воздух успехом не увенчалась. Бизли бросает, но там очень здорово против него действовал Вилонуэва. И показал, в общем-то, Майклу, как это нужно делать. Ченнинг Фрай нарушает правила. Тренер сажает меня отдохнуть на целых 20 секунд. Он думает, что за 20 секунд я настолько восстановился, что готов уже просто Эверест покорить. Не знаю, прав ли окажется наш тренер. Прав ли он окажется. Бросок издали. К сожалению, мимо. Но Гортот. Гортот на подборе работает. Вот вы посмотрите. Марчин Гортот. В дураках оставил Грега Монро и поставил сверху. То, что он Биллонуэва может руками махать сколько угодно. Но вот вам, пожалуйста, то, о чем я говорил. Вернется Горт, а то у Феникса будет совсем другая игра. И Феникс Санс себя еще покажет. Билловс нить игры держит в своих руках и никому их совершенно не отдает и не хочет отдавать. Салават Волосат на подборе. Пас вперед на Бизли. Бизли. Ну почему-то не видит продолжение. Нет, нашел продолжение. Это Гудвин. Гудвин забивает с фоллом. Вот так, парень. Молодец. Похлопывает его Бизли. 52-42. Уверенно. Уверенно. Феникс играет. Потому что уверенно играет и Салават Волосат. И его партнеры тоже сегодня не подводят. Потому что вернулся наконец-то Марчин в Горт от. И под кольцом у нас теперь что-то менее напоминающее проходной двор. Ну и Бизли. Бизли. Игрок, который может прогрессировать в нашей команде достаточно существенно. Грег Монро. Виллу Нуэва. Один. Да. Вот Виллу Нуэва создает большие проблемы. Именно своими бросками. В принципе, Бизли тоже умеет это делать. Но, в общем, пока не стал. Мы бросаем издалее. Не попадаем снова. Но, ну, ну. Ну, да. Я скатываюсь опять к своей фирменной игре, да. Когда я беру на себя трюльники. И вот так я мажу. Еще и под кольцо пускаю. Какого-то там парня. Даже не видел, кого я только что пустил под кольцо. Гортад. Ну, Гортад там разбирается, конечно. Вот то, о чем я говорил. Да, Марчин, Гортад. 12 очков 7 подборов. Это только за половину игры. А у нас такие показатели были у центровых. Ээээ, на... За весь матч. Представьте себе, что для Фрая это был бы отличный матч. А для Гортота это всего лишь его привычная половина игры Вот что значит топовый большой Так, комбинация Разыгрываю комбинацию, мне говорят Ну, вот я в очередной раз убеждаюсь в том, что говорят Не все, что говорят, тому нужно верить Пропустили в результате быстрый отрыв после этой комбинации Ну, вот знать бы, какие комбинации эффективны и какие нет Ну, допустим, вот эта комбинация Так, сюда должен кто-то прийти Кто сюда должен прийти? Все стоят Все стоят Ну, ладно, сам проявлю инициативу Побегу под кольцо Поборюсь там, может быть, с Грэгом Монро Можно было бы у него и подбор отнять Билов сбросает на крылья Нет, мистер Бигшот делает свое дело В данном случае для нас плохое И 55-52 разрыв сократил Чонси Биллопс Да, вот, пожалуйста, ветеран вышел И выполнил то, что он умеет делать лучше всего И в этом весь Чонси Биллопс Марчин Гортон пока лучший в нашей команде После первой половины, впрочем, это неудивительно Посмотрим, что будет дальше Так, не допустите бэтшот селекшена И используйте как минимум 4 попытки Так, Роднистаки завладел мячом Мы, видимо, играем против Джейнингса Джейнингс неудачный заслон Мяч получил, сыграл быстро И зачехлил! Зачехлил Морриса Виллу-Нуэву! Моррис-то знает, как играть против такого типа Больших и против Морриса Против Морриса, когда играет Виллу-Нуэву Он ничего не может набрать Восьмой подбор от Марчина Гортота Батлер! Марчин Гортот уже Заслон, давай мне Марчин Заслон, 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 заслон Есть заслон! Батлер! Нет, к сожалению, не то я сделал Батлер не забил И Монро все-таки в последний момент выцарапал Выцарапал подбор из рук Из рук Гортота и Дженнингс Какой же быстрый, а? Надо скорость вкачивать Конечно Ведь я не знаю, что взять Следующим Сигнатуру Пикпокет Или все-таки Скорость Тем временем Игра сравнялась Вот чего стоил тот Трехочковый От Биллопс Биллопс Забил очень важные три очка И сейчас В итоге все лишь Два пункта преимущества Нашей команды Смит Накрутил всех Но Не дали ему там Развернуться Сфалили, конечно Но для Шэмна Браун Это первый фол И Смиту теперь нужно Еще два раза попасть Первый раз он это делает Весьма уверенно Но вот во второй раз Может быть Может быть и не получится У Смита Да, не получается Гортот Девятый Девятый подбор Представляете Начало третьей четверти У него уже девять подборов Вот это мастерюга Бросает Кто? Моррис Там за подбор сражаемся Неплохо так Брэндон Дженнингс Сейчас Вотрем его Нет, не получилось Тереть В итоге Смит здесь один Салават Волосат Выигрывает Подбор Хорошо Так Ну давайте Пик-н-ролл Нет, не хотел я так Бросаем издалее Есть Есть трехочковый И тайм-аут Логичный тайм-аут Сейчас соперникам Просто ничего другого Не остается делать Потому что он понимает Что, Салават Волосат Сейчас разыграется И может просто Уничтожить Детройт Сегодня у нас Правда, перехваток Еще не было Насколько я помню Ай-яй-яй Не попадаться под заслоны Хорошо Дженнингс понял Что сейчас мы его накроем Если что И Блокинг фалл Шеннон Браун Второе Персональное замечание Чарли Вилануэва Готовится Вбросить Этот мяч Вбросил Дженнингс Снова создает опасность Ну Пусть создает Там где-нибудь в углу Чарли Вилануэва Отдаст Дженнингсу Больше чем уверен Нет Отдал Монро А Монро вернул Вилануэв Вилануэва Так Дженнингс будет бросать Дженнингс не попадает Корт Запоздал немножко В этот раз И тайм-аут Берем уже мы Брюс Уиллис И наш главный тренер Все время забываю Как его зовут Главный тренер Феникса Блин В общем напомните И так забываю Моррис Попадает Со средней И очень много пространства Было свободного Чем Моррис Легко воспользовался Брэндон Дженнингс С мячом Так Ну-ка Ну-ка Чарли Вилануэва Хорошо Когда они сдваиваются Там рядом Рядышком друг с другом Стоят Легко переключаться От одного к другому Стаке Вилануэва Хорошо Браун Молодец Что подстраховал меня Потому что я не пошел До подбор Ну Шеннон Ну зачем Ну зачем Вот ты сейчас Зачем поторопился Можно было Эту атаку До ума довести Дженнингс Ай-яй-яй Ну не попадает К счастью Не попадает Брэндон Дженнингс Дерек Роуз Он бы меня Конечно Наказал бы За За такую передачу Браун Так 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 Гортед Хорошо на подборе Овер-де-бэкфал Кому Гортеду записывают К сожалению Да Излишне Активно боролся Марчин Гортед Но долго не играл Сколько у него желаний Сейчас Больше чем у всех Игроков Детройта Вместе взят Дженнингс Пасует на Смита Который почему-то Один стоял И Смит легко Забивает Трехочковый 62-61 Пасовать на Фрай Было бы очень рискованно Пасую на Шеннона Брауна Так Давайте мне заслонного Мори Ставит заслон Ставит Так Ну и все-таки Мы набираем очки Да Без ассиста Но Очки есть Очки И сейчас Мы играем на команду Брэндон Дженнингс Идет вперед Выпить бы мяч у Брэндона Дженнингса Но он уж очень Уж очень хорошо его контролирует Вилануэва один Морис Ну где же ты ходишь-то Ченнинг Фрай выиграл подбор Дали Гортеду отдохнуть Правильно Надо чтобы он в ключевые моменты игры был Свеж Не тому пас Почему-то я Дергал стик в направлении Шеннона Брауна Но вместо Передачи На открытого Совершенно открытого Шеннона Брауна Пас пошел В ту зону Где все баскетболисты Были закрыты Вот сейчас Баттлеру переадресована Передача Так За слон Давай поставлю Так Давай Давай за слон За слон За слон За слон Сейчас Брауна И снова мне Наигранная комбинация Нашей команды Трехочковая Словат Волосат Ну 16 очков у меня уже Но волей-неволей Приходится самому бросать Потому что Да Это действительно Игра рассчитана на то Чтобы игрок сам Многое делал И вот К сожалению Трупы Г Нынче не в почете Нынче в почете Скореры Карри Уэстбрук Дюрант Да Вот такие парни Даже Ронда В нынешнем Бостоне Приходится набирать очки Дурачок Шеннон Браун Сейчас рукой Зачем-то махнул И задел мяч Задел мяч Который улетел Вау Капитальная замена состава Уилл Байном С которым мы на что-то поспорили Я к сожалению Не помню на что Игра начинает Жутко тормозить Просто Синглер Биллопс Биллопс в посте Оказывается Синглер Что сделает Синглер Смит Смит в посте Работает Против него Фрай Фрай Да Хватайся за бандану За свою Смит Потому что Фрай Умеет защищаться Против Против игроков Которые Не выше Конечно Когда против Фрая Там действовал Никола Пекович Или Ну или кто там У Мэмфиса здоровый Рэндальф Драгич Хорошо Горан Драгич Сам взял игру на себя Вот я хочу Чтобы партнеры Играли именно так Чтобы они Сами принимали решения Чтобы не разыгрывающий Абсолютно все Делал Ну и чтобы команда Тоже что-либо Предпринимала Потому что Слават Лосат Это все-таки Новичок НБА А вы заставляете его Быть лидером Этой команды Да он лидер Но не все же он должен делать Правильно? Фрай Выиграл подбор А здесь Пас Борану Драгичу Драгич 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 Ну что ж ты финтишь Драгич Ты вспоминаешь Что есть и другие Баскетболисты Кроме тебя На паркете Ну видимо Горан Об этом подзабыл Немножко Моррис Долго думал Моррис Один остался Пас Последовал Ли Молодец Малкольм Ли Выиграл подбор Еще один подбор Еще один подбор Вот второй раз Когда выиграл подбор Мог бы не жадничать Конечно Малкольм Ну вот он Решил что Именно так Нужно сыграть А не иначе Фалю я на Биловсе Потому что терял позицию Для меня это Всего лишь первый фол Так что можно Можно и спалить Вышел Гортад На концовку Третьей четверти Ну правильно Сейчас щит Проигрывать не нужно Биловс Чонцы Биловс Показывает себя Очень хитрым игроком Забивает штрафной Еще один Да Попадает Гортад Один под кольцом Ему последует Он мог с фуллом Забить Но и так Тоже хорошо Почему-то никто Не держал В этом эпизоде Марчина Гортада Успели Помешать Конечно Но Марчин Должен набирать Сейчас очки Есть Да Вот настоящий Крепкий Именно такой Центровой Который нужен Нашей команде Главное Чтобы он травму Не получил Еще раз Потому что Видимо у него Есть такая тенденция Ну как и у любого Высокого игрока Нагрузка на колени Совершенно дикая Кулдвил Коу Почему-то Ну Гудвин Успел Успел Помешать В какой-то степени Но Не настолько здорово Сделал Хорошо Мы взаимодействуем С Гортадом Потому что Без суеты Он все грамотно делает Грамотно открывается Ему только Пасуй Он будет Своё дело Молча Сверкая лысиной Делать Как и положено Крутому Большому Не получилось К сожалению Добраться До Вилла Байнова Вовремя Смит Ах Байном Бежит 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 Надо было успеть Доковыляли Кое-как Ну Все равно Смит Хорошо Разобрался Джош Смит Так А у нас Сейчас на паркете Еще есть Чейнинг Фрай Чейнинг Фрай Хорошо Ну И опять Непонятный пас Что-то у меня с пасами Сегодня Не то Пять потерь Представляете Я обычно стоп Не допускаю Потому что я в проходы Так особо не хожу Сегодня И эти потери Исключительно Из-за моих неточных Передач А вот почему Они следуют Вроде бы Прессинга Со стороны соперника Особого не было Смит Вымедил Фрай В четвертый раз Нарушит правила И Может сократить Разрыв До двух очков Сейчас Джош Смит Если попадет Не попал Гортед забирает Уже какой по счету Подбор Одиннадцатый подбор При шестнадцати Тачках Ставлю заслон Горан Трагич Чем не воспользовался Но отдал пас На Ченнинга Фрай Ченнинг Фрай Не забивает Пытаемся не поддержать Биллапса Ну Биллапс Видимо у них сейчас Шутингарда Исполняет Но и тем не менее Ведет игру Да Это было предсказуемо На самом деле И Детройт Сократил разрыв До одного Видел я Что Гортед свободен Но не стал рисковать Все Ченнинг Фрай Уж больно долго Бросок Выполняется Вот так Товарищи Но Все равно Не точно Перехвата К сожалению Не вышло Но Биллапс Как забивает Как забивает Вот это было Мне честно говоря Непонятно Три игрока На нем висят Но Чонс и Биллапс Легко забивает Слишком легко Горан Драгич Горан Ну что ж А Блокинг Фаун Мне сказал Что ушел Меш За пределы Площадки Но К счастью Обошлось Так Просим Заслон Нет Я хотел Шеннон Браун Отдать мяч Говорят Мне здесь Есть кнопка Икон пасс Я прекрасно знаю Об этой кнопке Но пока Я ее нажму Моего игрока Уже закроют Хорошо Ну да Мы проигрываем Перед последней четвертью Горд Адс негодует Но ничего Все будет в порядке Сегодня я играю На команду Не на личную статистику На команду Все ради команды Все для фронта Все для победы Не знаю Что я сейчас Сделал Зачем я позвал На заслон Морриса И при этом При этом Отдал ему пас Ну кто так делает Моррис Кто так делает Зачем ты мне вернул Меня держит Значит этот парень Ты мне мяч возвращаешь Я конечно Рад что ты щедрый парень Но Опять тупняки Начались у партнера Понимаете Что мешало Моррису Просто взять и бросить В тот момент Что мешает тебе Пройти под кольцо Моррис Или хотя бы бросить Опять же Вот Горд Адс Вот Горд Адс молодец Он все делает Как надо Ему мяч даешь И он не тупит Не возвращает его тебе А отправляет туда Куда надо Марчин Горд Адс Да вот это игрок Вот это Вот это мастер Грэг Монро Давай Монро Я жду пока Дриблинг начнешь Ну Грэг Монро Забивает Даже несмотря на идеальную Защиту от Марчина Горта Шеннон Браун Нет Я надеюсь Что Успеет бросить Вот сейчас у Брауна Было много пространства Он им не воспользовался К сожалению Ну как Кто так играет Шеннон Кто так играет Толкнули мы соперника Но не получилось К сожалению Уже 5 очков преимущества Куда ты пасуешь Ну Ну елки-палки Я не понимаю Почему такой пас прошел 7 потерь У меня 7 потерь Ничего себе Вот Ну вот Играй на команду Батлер был совершенно один Но он Как-то пассивно стоял И И пас у меня не получился Почему-то Не знаю Почему-то Смит не стал бросать Мог бросить И Вилунуэва И Смит Но в итоге они Остановились на Вот таком Продолжении Не самом Удачном Как мне кажется Много пространства Передо мной Бросок не точный Потому что не экселент Но сейчас Мне надо было Только трюльником Пытаться реабилитироваться Иначе никак Дженнекс Пошел под кольцо Ну Кто встретит Никто не встречает Вилунуэва Более того Забивает Ну вот Вот провал Вот провал Кто мне скажет Что я гонюсь За личной статистикой Я и не гонюсь За личной статистикой Я пытаюсь На команду играть Вот Вот пожалуйста Вот Вот сейчас Меня будут выводить На фу Да Ну И да Это трехочковый Хорошо Все хорошо Все под контролем Дабл тим на Джейлинса Смит Защищаться Защищаться Сейчас нужно только защищаться Хорошо Монро Ну нормально Для Гортеда Это третий фол Четвертый четверть Так третий фол То еще не так много А Монро Не так уж хорошо бросает По идее вторым броском Он точно должен промахнуться Сейчас Верим в это Нет попадает О Так Давайте еще одну комбинацию Разыграем Оп Оп Проход Ой Ну Как долго Как долго он Шарахается Пятится Я прям не знаю Шэнон Браун Уже готова Выскочить там Со скамейки Детройта Ребята Шэнон Браун Нет броска Шикарно сыграл Шэнон Браун Просто взял мне Отдал на последнюю секунду Говорит На бросай Делай что хочешь Я конечно тем же самым занимаюсь Но я Отдаю передачи Баскетболистам В более-менее Открытые позиции Передо мной Прям стоит соперник Чего ждал Шэнон Браун Что он исчезнет Или отбежит Не знаю Опять этот Опять он пятится Ну вот Шэнон Браун Наконец-то Решился на бросок И забил В принципе То что Он должен был делать Каждый раз Когда я ему Адресую мяч Просто кидай И все равно попадешь Детройт берет тайм-аут Ну это и хорошо Мы тоже отдышались Самое главное Марчин Горт Отдышался Чарли Вилануэва Ой-ой-ой Монро-то один Оставался Ну ладно Пошлось Монро потерял мяч Но Пистонс Сохраняют мяч К сожалению для нас Пистонс Сохраняют владение Джейнингс Пытается открыться Открылся Мы отзащищались нормально Не позволили Джейнингсу Открытого броска сделать Или какой-нибудь Удобной передачи Ну Крэг Монро Чудеса Чуть не сотворил Чуть не обыграл Гортедом Но Гортед Спокоен 14 подборов Вот это Вот это Вот я понимаю Да это мастер Это мастер Моррис должен забивать Есть И мы выполнили Сошл-медиа челлендж Вот так вот То есть мы Не гнались за личной статистикой И тем не менее Выполнили Сошл-медиа челлендж За пивом пойдет Уилл Байном Ох ты блин Рано выпрыгнул Но благо Моррис Меня подстраховал Сейчас команда Воодушевилась Гортед сам Решил поставить За слон Вот он Шеннон Браун Ну че ты Шеннон Браун Ну почему ты такой Шеннон Браун Ну ладно Хоть Свалить заставил соперника Но меня конечно Очень раздражают Эти вот Финтушки Непонятные От партнеров Браун Почему ты не забил Сейчас Должен был забить Давай Шеннон Еще разочек Попадай Есть И Феникс впереди Да Да Вот эти вот Тупники Партнеров Которые Почему-то считают Что надо обязательно Обвести кого-то При том что Они обводить В общем-то Не умеют И получается У них это Час по чайной ложке Да Вот так вот Хотя бы Обводили бы Всех У Брэндон Джеймс Четыре очка Четыре ассиста У него явно Сегодня Не лучший день Заслон попрошу Заслон есть Опа От кого ушло Ну ушло От Детройта Так что Это не потеря Странный выбор Путцы для передачи Шэнон Браун бросил Забил Вот пожалуйста То о чем я и говорю Нужно просто бросать Ребят Не возвращать мне У меня же Скилл есть Даймер Который Увеличивает шансы Попасть У вас Врачкилл Блин Что это было Давай наброс Вот так И Алиуп Даже сделали С Кароном Батлером У Батлера Все 5 очков Батлер сегодня Вообще Потерялся Ну хоть Алиуп Завершил И Тоник Зря я кстати говоря Сейчас сделал Алиуп Почему я Алиуп Не делал в прошлой Серии Да потому что Я боялся что мне в комментах Будут писать А как делать Алиуп Это Ну это же просто Классика Если мне Ну постоянно писали В Ассоциации Если помните Ну кто Давно следит За моим каналом Так Команда играет Быструю изоляцию Не знаю Электрик дядя Вася Провода лучше изолирует Чем Моя команда Играет быструю изоляцию Горток не забивает Но Горток уже устал Он же не может Все делать Правильно У нас преимущество 4 очка 4 очка То есть Не такое же Преимущество Чарли Голонуэво Из угла Мимо Забери подбор Молодец Молодец Шэдон Браун Ты забрал Очень важный подбор Мне Бэт Транзишн Офенс Дают Ну В принципе Браун все равно Мяч никому не дает Он сейчас отдал Моррису Ну и толку Так Ну что Моррис Опять быстрая изоляция Вот что Фолк Хорошо 14 секунд Еще на владение А игроки Детройта Делают как раз То что нам нужно Ай-яй-яй Выплюнул кольцо Мяч Ну или просто У кого-то Руки кривые Да Два очка Всего лишь Остается от нашего Преимущества Два очка Что делать будем Товарищи Что делать будем Давайте играть Комбинации Потому что Комбинации Ключ к победе Как мне сказали Моррис Да Комбинации Работают Моррис Молодец Так Ну вот один Стоит Стаке Ну ладно Его успели Накрыть У Лунуэла Снова один Ну как же так Ребят Подбор Подбор Да Сколько там Мяч покатался По этому кольцу Батлер Ну почему не бросить Ну Кэррон Ну почему ты не бросил Почему ты не бросил Ну Гортот Молодец Марчин Гортот Все делает Просто Ну просто умница А не игрок Марчин Гортот А вот Батлер Сегодня Просто косяк Ладно еще Алиуп завершил А то мог быть И посекнуть Смит Джейнс Ух ты Не ожидал Признаю Не ожидал Не ожидал Что решится на бросок Но Как говорится Загнанные в угол Теряют рассудок Да Это было плохо Опять ключевой момент Кто косячит Слова Толоса Подбор 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 Опять проиграли Подбор В решающий момент Косячит Только я Так Ладно Ладно Бэтпасс Селекшн Мне говорят Так Подбор Заслон Мне нужен Хорошо Зачем Гортот Тут отдаешь Я же Другому Как и показываю Гортот Смотрите Сам все делает И нуждает Спалить У нас Преимущество Так сейчас В атаке Не надо торопиться Просто Надо Заводить их Все до логического Конца Важно Чтобы Гортот Забил оба Да Гортот Просто Умница Гортот Просто Молодец Так Роднистаки Владеют Мячом Потеря Могла бы быть Но почему-то Ну ладно Они сами Нам Отдали мяч Нет Не отдали мяч Все-таки Наш Задели 13 секунд Стаке Вилуэва Один Не стал бросать Знает Что Морис Рядом Ну и вот там Шенон Браун Выцарапал Молодец Шенон Браун Молодец Четыре очка Не торопиться Самое главное Не торопиться Так Браун Не торопиться Я сказал Нет Мне мяч Не дали За это Сейчас вы можете Поплатиться Очень крупно Потому что Мне нужно Давать мяч Нужно Давать мне Вести игру Ну хорошо Джеймс Молодец Дай мне мяч Морис Ну куда ты Шенон Браун Да Ну ладно Будем считать Что Браун Сейчас нас спасет Шенон Браун Ну Шенон Браун Не попал Не попал Шенон Браун Уходит Уходит Мяч Уходит От кого Уходит От нас Это вот Уже не здорово Тайм аут Тайм аут Нужен и нам Чтобы отдышаться И Игрокам Пистонс Он тоже В принципе Был бы кстати Лучше 2 очка Чем 3 Правильно Пас на Вилануэву На Рейген подбор Брэндалу Джейнингсу Еще один бросок Вилануэвы Но теперь Все хорошо Дай мне мяч И Интеншинл фал Хорошо У нас есть шанс Выйти за 20 очков Первый бросок Есть И сейчас Соточку бы Соточку бы закинуть Нет Соточку мы не закинули Джейнинсу кидает Там Попал даже В дугу Но мы победили 99 93 Достойный матч Молодец Марчин Гортот В принципе Победа достаточно Грамотная Я играл на команду Команда играла на меня И у нас появился Гортот Теперь все Должно идти намного легче И Феникс Плей-офф Должен попадать Но еще я Жду того момента Когда можно будет Попросить трейд Лучший игрок матча Конечно же Ну я бы поспорил Конечно Может быть Гортот Но Словат Полосат Если бы не потеря Был бы однозначно Лучшим игроком Потому что Я заигрывал Гортот Да включил к ситуации Могут смотрите Оп Гортот Все делал благодаря мне Вот Но Гортот Гортот Очень серьезно помог Теперь у нас Когда появился Такой хороший фронткорт Гортот Плюс Да и Бизли И Фрай И Морис Они могут Чего-то Каждый Своего добавить Но я все-таки хочу Топового мощного форварда Топового мощного форварда Такого как например Ну я не знаю Ну Чорс Смит например Он бы нам не помешал Точно Итак Посмотрим на наш Перформанс Грейт Тиммейт Грейт Бонус за победу Обратите внимание Бонус за победу 20 Спешлпоинт Это Ой Скилпоинт Но это очень мало Это очень мало Бонус за победу Должен быть больше Обратите внимание Что мы заработали 532 Скилпоинта И посмотрим Сколько у нас останется Вот Сколько у нас останется В этом В итоговом счете Ну говорит Чувствуешь себя частью победы Потому что Ты сделал Много хороших передач Ну я скажу что Это была только часть дела Ну и вот видите Мы сказали Очень Грамотно И это всем понравилось И химия команды Тоже укрепилась После такого Сказания Партнеры Партнеры молодцы Ну молодец Гортон Прежде всего Конечно же Это Марчин Гортон Так 600 Подождите Мы заработали 500 Спешлпоинтов Скилпоинтов А почему у нас 607 Я ничего не понимаю Так У нас новый Фанат Азия Томас Так Мы заработали 500 А За Майлстоун Надбавка Сейчас то я все понял За то что мы 500 очков Карьере Набрали За это нам Добавили еще Немножко Поднакинули Сверху Роднистаки На нас подписал Сандреа Барния Не спорит с нами На Дабл-дабл Вилл Байном Пошел за пивом И сказал Окей В следующий раз Я тебе отомщу Роднистаки Написал Что Мы должны В следующий раз Внимательнее играть Против Славата Азия Томас Написал Что Слават Хорошо сыграл Против Пистонс Напомнил Ему себя Да Дали Азии Томасу Насладиться Прошлым Погрузиться В воспоминания Так 13 ассистов Меня все хвалят А есть кто-нибудь Кто написал Где у меня Куча потерь Нет Кто-нибудь написал Ну ладно Все фанаты счастливы Все же Глоры Победили Это круто Ну что ж Спасибо вам большое За просмотр Надеюсь что вам понравилось В следующий раз Наверное увидимся На матче Либо против Лейкерс Либо против Даллса Удачи вам И до свидания Продолжение следует...